Больнее всего это, конечно, ударило по малообеспеченным слоям населения, пенсионерам, а также людям, не имеющим сбережений на случай смерти кого-то из близких. Нынешний закон предусматривает, что похоронные деньги государство выделяет местному самоуправлению на похороны неопознанного умершего или же на погребение человека, не имевшего родственников. Неоднократно представители оппозиции подавали на рассмотрение законопроект, восстанавливающий пособие на похороны, сумма которого до отмены составляла 191 евро. Однако правительство не поддержало проект поправок, отметив, что выделение пособия всем подряд, вне зависимости от материальных возможностей родных покойного, не обоснованно. И после сегодняшнего заседания парламента похоже, что это предложение, как и прежде, не найдет откликов Риги Когу. В свое время было такое пособие, а потом, вероятно, кто-то решил, что дай народу деньги, так они за эти деньги все подряд помирать начнут. Но логика, в общем-то, такая, что когда сегодня обсуждался вопрос о том, чтобы восстановить это самое пособие, то тогда задавались разные вопросы. И вот со стороны реформистов, я не буду называть фамилию, но товарищ реформист, он сказал вот такое вот, что когда было это пособие, у меня отец умер, я его похоронил. И мне тогда местное самоуправление дало вот это пособие насильно. Я хотел отказаться, оказывается, и отказаться невозможно. Не нужны нам такие пособия. Так вот, я скажу, что очень многие законы делаются или меняются в интересах очень небольшого количества людей. То есть вот этой вот самой богатой верхушке об интересах большинства никто не думает. Проще говоря, сейчас ситуация выглядит следующим образом. Правительство пытается скинуть проблему с пособиями на плечи местного самоуправления. Конечно, не секрет, что многие бабушки и дедушки имеют привычку откладывать деньги себе на похороны, чтобы потом не быть в тягость родственникам. Однако, учитывая всевозможные реформы, которые в течение последних лет проводило наше государство, эти деньги, вероятно, уже давно сгорели. Впрочем, сегодня даже невооруженного взгляда достаточно, чтобы понять, что нынешняя социальная политика эстонского государства как минимум зашла в тупик. У нас не оплачивается лечение зубов для работающего населения. И вот в этом как раз проблема, потому что раньше как на ярмарке коня по зубам покупали с мотеля, то сейчас можно просто на улице подойти, выбрать, допустим, 20-30 человек, попросить улыбнуться, и сразу видно, к какой имущественной категории этот человек относится. И вот такое положение с зубами, как и в нашей стране, ни в одной стране Евросоюза нет, потому что лечение зубов для взрослых людей, для работающего населения, в большей мере или в меньшей мере, абсолютно везде компенсируется. Только у нас нет. Оппозиция предлагает вернуть выплату пособия на похороны, начиная со следующего года. В связи с этим расходы госбюджета выросли бы на 3,5 миллиона евро в год, если брать в расчет сумму прежнего пособия. Однако обсуждение возврата пособия на похороны в Риге-Гогу сегодня не завершилось. По словам Виктора Васильева, представители правящих партий не поддерживают предложение. И завтра, когда заседание продолжится, законопроект, вероятно, будет в очередной раз провален.